Красная девица Вскрыть старается, А в душе огнём Разгорается Любовь первая, Любовь верная, Любовь вечная, Любовь девичная. Андрей Кусачев, Алёша Попович, Букатырская поэма Словно звёзд на небе, в этом мире песен, Как травина в поле сказок и былин. В небесах высоких народился месяц, У Папа Леонтия народился сын. Милого наследника Поп назвал Алёшу. Имя православное, доброе, хорошее. Но сын Поп склонился с умилением Поп, А ему Алёша голой ножкой хлоп. Ну, Алёшка, вот террас, охнул Поп, держась за глаз. Ну и сила у ребёнка, богатыр растёт у нас. В общем, рос малыш здоровый, симпатичный, чернобровый, А до шуток и проказ был с пелёнок он гораст. То не гром гремит весенний, то не летняя гроза, От Алёшки по деревне мчится бедная коза. От трёхлетнего малютки удирают куры и утки, А Попович на свинье словно витязь на коне. Чтобы рос сынок послушным и не смел озорничать, Поп его в церковной службе стал помалу приучать. Целый день читать молитвы и писания и псалты, Но устроил поле битвы прямо в церкви богатыр. Как пошёл махать кадилом, двум дьячкам носы разбил, Еле Поп со звонарём сбереглись за алтарём. Ни ковришку и медовую подчевал Поп Леонти и младого Поповича, Ни конфеткой, ни пряничком мятным, А лупил ремешком сыромятное. «Эх, раз, ещё раз!» Поп старался целый час. Прошептал Попович, «Ладно, будет праздник и у нас!» И сказала ему попадья, «Не умнеет дитя от битья. Коли мальчик сражениями бредит, Пусть на службу к Владимиру едет. Нынче киевский князь, говорят, Набирает дружину отряд. «Верно!» – выкрикнула Алёшка. «Я так больше не могу! Или разобью окошко и из дома убегу! Покажу я вам, дружину!» «Ну-ка, дайте хворостину!» Начал Белопопа рать, Но потом остыл, И сына стал в дорогу собирать. Добрый конь герою нужен, Лук и сабля поострее, И кольчуга, чтоб не хуже, Чем у всех богатырей. Шлем для головы кудрявый, Щит хороший, недырявый, Сапоги, кинжал, копьё, А ещё кафтан приличный, Едет всё же в град столичный. Мать сыночка собирала, Положила сумку сала, До яиц, до творогов, До различных пирогов, Репы сладкой с огороду, И капусты кочешок, Небольшой бочонок мёду, Рыбы вяленой мешок. Вот и всё! Пора в дорогу, Настаёт прощание час, Помолясь усердно Богу, Поп даёт сынку наказ. Прежде чем полезешь в битву, Не забудь прочесть молитву, Не бери хмельного в рот, Заступайся за сирот, С голодьбой в кабак не шастай, Вперёд старших не садись, Силой ротной не хвастай, И умом не возгордись, Помогай больным и слабым, Уважай девичью честь, Со своим дурным устамом Монастырь чужой не лезь. То нелегкий ветер Прошумел над Нивой, То не сокол быстрый Свистнул над водой, Скачет под Немесье Меся золотогривый, По земле Попович Мчится молодой. Бьётся весело дорожка, Едет с песнью Алёшка, Подъезжает под Ростов, Слышит вопли, плач и рёк, Удивился, что за горе, Что у них тут за беда. Узнаёт наш Витязь вскоре, Что войной идёт на город Великанская Орда. Едет сам Великан Великанович, Хочет дань непомерную с города, Сто пудов изумрудов до золота. Сам имеет он силу великую, Да Орду за собою ведёт дикую. Что же, думает Алёша, Случай выпускать не гоже, Знатный подвиг совершить, Великана сокрушить. Говорит честному Люду, Я за город биться буду, Если данодна в бою, Жизнь готова дать свою. Приказав закрыть ворота И расставив караул, Наш отважный воевода Отобедал и уснул. Не поспал и часа даже, Прибежала с криком стража. На дороге пыль стеной, Значит, близко враг степной. Глянул молодец на войско, И ухас в нём дух геройский И воинственный запал. Но, Алёшка, ты пропал! Грустно сделалась Алёша, Он зарос, конечно, может Бойну голову сложить, Но ему охота жить. Исполины прикатили, К ночи лагерь свой разбили, И у ханского шатра Завалились до утра. Месяц вышел на равнины, Да и спрятался в ампле. Спят гиганты исполины, Храп стоит во всей земле. Но не спал молодой Попович, Замышляя дерзкий план, И когда настала полночь, Он пополв в свавражий стан. Из оружия Алёшка Взял с собой лишь кинжал, Да с пшеницей медовой Прихватил мешок пудовый, Чтобы конь чужой не ржал. Где ложбинкой, где обрагом, То пробежкой, то ползком, Он прокрался в спящий лагерь, И коню насыпал корн. И покуда конь могучий Хрумкал сладкое меню, Подзветло крапивы жгучий Сунул молодец коню, Да колючек разных пук, Да репьёк пятнадцать штук. А закончил это дело, За другое взялся смело. Храбрый витязь по опушке К великанам подползал, И за волосы друг дружки Их попарно привязал. А затем укрылся в яме, И давай швырять камнями. Тут раздался рёв с дверями, Подскочили исполины, Да привязанные чубами Вдруг они столкнулись с лбами. И давай лупить друг друга Посреди зелёного луга, Бить, орать, кусать, душить И дубинами крушить. Витязь наш от этой схватки, Насмехаясь над гравом, Удирал во все лопатки, Вскоре стихло всё кругом. Там, где великаны бились, Лишь туманы заклубились. Крепко спал великан до утра, Вышел хан великан из шатра, Почесал свой живот, Потянулся и о голову чуть-то споткнулся. Великан удивился с косоми, Что это тут за странная бойня? Но ему не ответила свита, Потому что лежала побита. Великан аж завыл от расстройства. Это кто же побил моё войско? Засверкал он свирепо глазищами, Замахал и затряс кулачищами. Я на дым в ваши церкви пущу, И посевы конём потопчу. Тут попович по-геройски Выезжает из ворот. Я твоё прикончил войско, А теперь и твой черёд. Кулаками б ты не тряс, Пробил хан твой смертный час. Услыхав такие речи, Великан скачал в седло, Затянул ремни покрепче. Тут коня и обожгло. Заскакал скакун ретива, Зверски жалится крапива, Дорепейник сжёт огнём. Что тут сделалось с конём? Он легался и брыкался, И скакал, И кувыркался. А попович то с копьём, Сжалит сзади остриём. Вот потеха так потеха, Чуть не падая от смеха, Со стены глядит народ. То с приплясом, То с прискоком, Мчится всадник, То ли боком, То ли задом наперёд. Скачет этак, Скачет так, А доспеки бряк да бряк. Вскоре лопнула подпруха, И схвалился на зембрах. Ликовал спасённый город, И встречал героя хоров. Но попович, Вот террас, Нас от лютой смерти спас. Велико, как небо, Русское раздолье. Всех его просторов Не охватит взгляд. Тот, кто ищет битвы, Едет в чисто поле. Тот, кто хочет славы, Скачет в Киевград. У князя в палатах кирпичных Сто послов сидят заграничных. Да купцы за столами дубовыми, Да дружина с квасами медовыми. Осушают кубки до донышка За Владимира красное солнышко. Входит вдруг в палаты князя Юный Витязь. Кто таков? Молодец кладёт поклоны На царьхратские иконы. Сразу видно, что учён. Следом князю шлёт поклон. Поклонился и княгине, И охране, и дружине. Обратился к нему князь Владимир. Назови, богатырь, своё имя. И какого ты роду и племени, И пешком прибыл к нам, Или с тремени? Здравствуй, князь Владимир Свет, Молвит юноша в ответ. Я Алёша, сын Поповский. Еду из земли ростовской. В стольном городе пожить, Да в дружине послужить. Тут Владимир поднял брови. Уж не тыль на днях в Ростове Великанов истребил. Витязь наш, потупив очи, Молвил, как бы между прочим. Было дело, я побил. Усомнились воеводы, Зашумел боярский хор. Молот он в его-то годы, Дать таким врагам отпор. С сабелькой одной и спикой Собладать с ордой великой. Не трудней, чем есть гусей. Одного подцепишь вилкой, А потом в другого тыкай, Усмехнулся Алексей. Хлопнул светлый князь за ладоши. Молотцу стоять не гоже, Ни в бою, ни на перу. Эй, дружинники, подвиньтесь, Пусть поезд дороги витязь, Я в отряд его беру. И пошли дни веселые, стольные, Князь княгиней Алёшей довольные. Удивлялся лют Ростовский, Вышел в люди сын Поповский. А ведь был какой балбес! Видно, батюшка Леонтий Ненапрасно бил поклоны, Достучался до небес. Но народ болтает много, Мы ж судить не станем строго. Скажем лишь, что Алексей Стал Руси известен сей. Ай, сильные, могучие богатыри На славной Руси! Не скакать врагам по нашей земле, Не топтать их коням землю русскую, Не затмить им солнце наше красное. Век стоит Русь, не шатается, И века простоит, не шалох... Не шелох... Век стоит Русь, не шатается, И века простоит, не шелохнется. Все началось задолго до этого, С вышитой картой России. Мне довелось побывать на презентации Карты в Театре Надежды Бабкиной. Поразил масштаб проекта, Какие-то всеобщие единения, Гордость за нашу страну. Очень захотелось принять участие В чем-то подобном, Быть причастна к чему-то необычному И вскоре стали выходить видео Светланы С презентацией нового совместного проекта Русской азбуки в вышивке. Видео с рассказом Марины Ханковой О создании азбуки меня просто покорило. Очень занимательная и сама азбука. Каждую страничку можно рассматривать бесконечно. А вышивать эти сказочные иллюстрации, Я думаю, будет одно удовольствие. Вот сейчас вот это уже скоро-скоро-скоро Уже вышится. Да, да, все с удовольствием смотрят. Здесь она тоже очень многоцветная, Богатая, выглядит замечательно, красиво. Вот это потрясающе. Вот эти матовые цвета здесь. Они очень близки к оригиналу. И здесь эти цвета, оттенки лучше, чем в книжке, Которые все приобрели. Вот я помню, что вы говорили, Что книжка пережаренная. Немножко ее специально увеличивали яркость. Не знаю, как это получилось. Красный и оранжевый там очень приобрели. Марин, спасибо, что вы это отметили. Для нас очень важно быть максимально приближенными К оригинальным акварелям. Не там перепечатанным, не к иллюстрациям, А именно к оригиналу. Мы на это и ориентировались. И здесь эти оттенки, они такие, Они родные, настоящие. Они вот как эти земляные краски, Которые делают из натуральных пигментов. Они тоже такие мягкие достаточно. И здесь мне это очень нравится. Удивительно, как вы тут объединили. Ведь Аленушка с Алешей Поповичем В сказках нигде вместе не встречаются. Не встречалась. А тут они встретились. Они встретились, они приветствуют. В начале астма, бумажек. Так что это такой вход в книжку. Здорово. Ты ждешь, Елизавета, от друга прифета. Ты не спишь до рассвета, Все грустишь обо мне. Поддержим победу, К тебе я приеду на горячем боевом коне. Поддержим победу, К тебе я приеду на горячем боевом коне. Приеду весною, В ворота открою, Я с тобой, ты со мною, Неразлучный навек. В тоске и тревоге, Не стой на пороке, Я вернусь, когда растает снег. В тоске и тревоге, Не стой на пороке, Я вернусь, когда растает снег. Моя дорогая, Я жду и мечтаю, Улыбнись, повстречая, Был я храбрым в бою. Эх, как бы дожить бы, До свадьбы женить бы, И обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы, До свадьбы женить бы, И обнять любимую свою. Субтитры создавал DimaTorzok